Субтитры подогнал «Симон» 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 Тюндук, тюндук, Кыргыздын желеңдерділі бары, Казақтын желеңдерділі бары. Кыргыздын бозуи, бұл кишіне бейігерек, Казақстанның бозуиң орағында. Андан кейін, улықтарын, Кыргыздықы тереңгерек иелген, а Казақтардық олсы, кишіне-кишіне азырақ иелгенде. Айнан кейін, Қиреке сілусуы, қыргыздықтың бозуиң күйерек. Айрмаларварда? Судовостауын спрашу о Бешбармаке, это те блюда, которые также объединяйт обе культуры, но я слышала, что и Бешбармак в Казахстане и Кыргызстане готовят по-разному. В Кыргызстанной пятым соседом, в Кыргызстане они пешили, они проводят свою мастерскую в туалетию, из которой они председают на половину высоте. Они продают несколько пиазов, а на половину метров, они верят в Кыргызстан. А казахстанцы, без пальмаха, айрмаланат, ети чон-чон туралат, камеры джаилма, пиазы джаилма, джаилма джаилма. Отличия есть и в одежде. Например, в женской одежде. Между собой свадебные уборы саукели и киргизские шекули очень похожи, хотя и отличаются в деталях. Также есть общность между киргизским элечеком и казахским кимешеком. Кстати, у казахов был очень суровый, на мой взгляд, обычай. Та женщина, которая не сумела выйти замуж, она не имела права одевать кимешек. Она должна была ходить до последних лет своей жизни в казахской тюбетейке, которую носили старые девы. И поэтому любой издалека мог видеть, что женщине так и не удалось выйти замуж. На протяжении веков проводилась между наиболее умелыми акынами, мастерами пения и игры на инструментах. А чтобы вам стало еще интереснее, мы сегодня с казахской стороны пригласили женщину акына. И такое тоже было. Встречайте, Карлыгаш Акын выступает сегодня за Казахстан. И Азамат Акын представленный фондом Айтыж за Киргизстан. Азамат Акын 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 его отца, грозного Чингисхана, о смерти своего сына. Ибо Чингисхан сказал, что вестника, который известит его о смерти сына, ждет жуткая казнь. Его глотку нальет расплавленный свинец. Естественно, никто из его слуг не решился донести эту вещь. И тогда им пришла в голову интересная идея. Они попросили простого казаха, дамбриста, по имени Киты-буга, пойти к Чингисхану и сыграть ему эту весть на дамбре. Киты-буга предстал перед очами грозного хана, не произнеся ни слова. Но Чингисхан все понял. Великий полководец, тем не менее, хотел сдержать свое слово и приказал казнить дамбру. В отверстие дамбры он велел налить свинца. И с тех пор говорят, что на верхней деке дамбры так и осталось это отверстие, след расплавленного свинца. Дамбра известна не только своими грустными напевами, какая-то грустная легенда, но и тем, что это очень многообразный, многоликий инструмент. И я попрошу Каныша сыграть на дамбре что-нибудь особенное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА